САХАЯКУТИЯ И Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Основной целью конференции стало всестороннее обсуждение проблем научного изучения историко-культурных традиций хамусной музыки, музыкально-терапевтической практики, народной педагогики и разработки образовательных программ традиционной школы игры на хамусе. Всего было заслушано 36 выступлений очных докладов. В работе конференции приняли участие ведущие специалисты из разных отраслей наук, этнографы, историки, археологи, филологи, музыковеды, искусствоведы, культурологи, врачи и педагоги. Гостями конференции были Валентина Юрьевна Сузукей, доктор культурологии, главный научный сотрудник Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Симамура Исао, доктор филологических наук, профессор технологического университета город Китами, Япония. В советское время, возможно, мы были, невозможно, это, наверное, точно, были разобщенные немножко, да? А сейчас вот стало настолько очевидно, что у нас очень древнейшие, причем очень крепкие корни культур тюркских народов. И в то же время самое интересное и самое феноменальное, вот эти корни, они позволяют каждой тюркской культуре по-своему развиваться. И я вижу общие черты в тюркской культурах и особенности каждой культуры. Вот якутскую культуру отличает, поскольку я инструментарец, конечно, буду об инструменте говорить, хумус. Исполнительская традиция, особенно в последние годы, именно саха-якутия держит очень высокий уровень исполнительского мастерства. И даже так как мировой стандарт, все, кто в мире интересуется этим инструментом, хочет научиться, они тянутся к этому уровню, уровню исполнительского мастерства якутских хамусистов. Вот как якуты, так в других тюркских культурах не исполняют. Есть хакасская культура, там, так как они на чатхане играют, тоже в других культурах нет. Алтайская культура, традиционная культура, там очень ярко выраженный алтайский такой эффект. Вепасе с тапшуром. Ну, казахи на дамбре, кюи играют. У кыргызов, калкобус, на котором тоже очень виртуозно играют, они как-то так зрелищно тоже. Вот татары немножко далеко ушли в Европу, у них, конечно, сейчас такое мастерство своеобразное на гармошке, они здорово играют, хамус тоже есть. Кстати, хамус не только у тюркских народов, во всем мире есть широко распространенный инструмент и в разных видах. И меня, как исследователя, вот у меня смысл доклада был в том, что хамус в культурах народов мира, двоеточие, многоликость миниатюрного чуда. Хамус самый маленький, один из самых маленьких инструментов из всех существующих в мире. Его легко с собой носить, то есть как багаж он не представляет никакой сложности и разных видов форм у разных народов. И исполнительские традиции, конечно, абсолютно разные. И вот малюсенький такой инструмент может вот так вот проявлять себя. Вот в европейской части, в Истюнии, например, он сугубо мужской инструмент считается, а у северных народов он преимущественно находился в традиционных культурах в руках женщин. В одних культурах его недооценивают, считают, что это довольно примитивный инструмент, на нем много ничего не сыграешь. А в другом, вот, например, как в Якутии, это символ национальной культуры. И что вытворяют якуты с этим инструментом маленьким, это просто поражает воображение. И они рисуют природу, они воссоздают атмосферу окружающей среды. И такие композиции, как «Весна в тундре», да, Агатой в свое время играл, очень красивая композиция, мне она до сих пор нравится. Вот если закрыть глаза, есть такая композиция, как «Птичий базар», то есть разноголосный вот этот шум от птиц. То, что делает Айрхан, например, это мощнейшее выступление, которое просто каким-то вихрем захватывает всех, кто сидит в зале, и воздействие такое очень сильное. Вот поэтому какое-то время началась такая волна. У туинцев, например, яркий маркер культуры – это кумей, горловое пение, конечно, да. И наши ребята, и якутские исполнители, я думаю, справедливо в чем-то где-то обижаются, потому что другие люди, представители других тюркских культур начали заимствовать и вплетать приемы якутской техники игры на хамусе, исполнительские приемы хумея туинские. И особенно за рубежом люди же плохо разбирают, где якуты, где туинцы, где алтайцы, где буряты, короче, Азия. И вот эти народы, у кого нет таких ярких примеров, они это искусство выдают за свое. То есть плагиат, да, получается. Но я считаю, что, наоборот, каждая культура, она должна развивать то, в чем она сильна. Тогда тоже многоликость тюркских культур, она расцветет, как, не знаю, очень плодовитое дерево и с очень красивыми цветами. Азия. 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 Это очень тяжело, но я так быстро использовал это инструмент. Мы можем применить оно, чем я буду говорить. Когда я занимаюсь на медлении, я одни профессионалы, из-за чего я учусь. Это очень много неплохо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...